друзья всем привет с вами как всегда алексей крылов мы находимся в солнечном жарком горячим опекающим кожу египте вот сейчас осень многие спрашивают как отдыхать осенью в египте а точнее вот начало октября погода жаркая в 10 утра уже плюс 30 градусов вот о чем это видео ну я вот в этом видео покажу как наш отель точнее еще покажу вот что здесь дают на обед вот как проходит вообще наша жизнь днем со мной смелый путешественник илья сергеевич который не побоялся все включено вот вот этого тяжелого отдыха ну да ты знаешь немногие выдержали да немногие выдержит такое вот поэтому мы сейчас искупаемся в бассейне отель в котором мы находимся называется сан сэнти до мамлук палас resort стоимость путевки сюда на 10 ночей на двоих два взрослых и вот и все два взрослых до 1600 долларов вот по ценам сказал все рассказал давайте будем купаться потому что солнце уже припекает очень сильно до глубина бассейне метр шестьдесят да ну в этом видео я вот покажу до больше питания сейчас и обзор отеля это в отдельном видео будет то есть территория здесь огромная здесь просто отдельное видео вот это все показывать что и как давай не жалей себя заходи вот сразу взял и зашел здесь барная стойка там идет какая-то дискотека я не понимаю что такое здесь короче анимация постоянно работает в разных местах там накрыли какую-то огромную такую поляну делает делают это клубничные коктейли вот я подснял этот фрагмент просто там музыка играла я уже уже без музыки это вставлю просто наложу на видео прям вообще анимация здесь постоянно в каких-то разных костюмах ходит прям какой-то кажется этот карнавал здесь люди в основном сейчас на море и на баре бассейне плавает видим только вот илья и там еще пару человек водичка классная я не знаю как здесь зимнее время подогреваются ну вот эти большие бассейны не знаю может вряд ли подогреваются в общем не знаю точно но сейчас скорее всего подогрева нет так они освежающие да но поскольку я уже говорю вот 10 утра 30 градусов я смотрел то есть нагреваются очень на солнце хорошо и они такие освежающие здесь море теплое вот именно сентябрь октябрь наверное еще начало ноября ноября в египте просто это по поводу отдыха осенью так ну что я предлагаю следующий план действий пойти взять по коктейльчику эти стульчики в воде до баре давай подплывем к стульчикам на стульчиках вообще здесь классно получается можно в теньке сесть можно сесть по солнце по поводу напитков лишь без наливают делают там понятно чай кофе и огромное количество но это египетский стандартный алкоголь и вот то есть там бренди виски джим кола но она какое-то все вот в один ну как бы бутылки одинаковые наклейки разные вот поэтому импортного алкоголя здесь нету вот возможно есть но за дополнительную плату но так вопрос они не наливают можно его взять и типы да есть вообще здесь да вот по поводу дети free вы сюда прилетаете у вас есть двое суток чтобы вот здесь есть магазина юти free которые находятся на территории в городе у вас есть двое суток то есть приходите туда за гранд паспортом я думаю мы это дело тоже сделаем и можете еще купить не знаю какой-то импорт на алкоголь но кому это нужно кто-то сюда едет просто как бы отдых без алкоголя отличить печень как это сделали но здесь рядом говорят есть отель это rixos ну как рядом здесь проехаться его недавно открыли туда ездят постоянно там звезды стран бывшего ссср и получается все от него восторге там сутки говорят у нас двоих сколько 800 баксов стоит пожить хорошо там супер мега круто и я вот не знаю может если такие деньги можно неделю отдыхать а вот смотри вот и хотел бы брикса съездить вот 800 баксов за сутки потратить ну знаешь вот разве что чисто на сутки вот напишите в комментариях вот вы бы хотели посмотреть rixos вот было бы круто конечно если они меня пригласили туда но меня никто туда не приглашают вот придется за свои ехать если мы туда поедем вот ну я думаю rixos мало кто показывал потому что ну да и вот все от него восторге и мы можем поехать и показать реально это самый посту восторг или но будет ли у нас восторг от него или не будет кстати интересно да типа стоит ли переплачивать такие деньги но типа стоит ли она того да мне часто зрители просят говорят алексей мы собираемся туда-то туда-то ты съездил а мы посмотрим стоит туда ехать или не стоит вот короче этот тут тоже самое алексей потратить короче 800 баксов за сутки мы посмотрим стоит туда ехать или не стоит напишите серьезно в комментариях хотите что мы туда съездили или не хотите если хотите скиньте еще 800 баксов это не ничего сразу да ничего сбрасывать не надо вот я могу посмотреть скиньте мне 800 баксов не съешь так сделали нам коктейли какие-то я не знаю как его sunrise да ну давай ты видишь солнце садится вернее встает или садится встает ассет это райс это вообще рис рис а ну да райс это рис солнце с рисом мы можем сделать так например съездить фриксов на один день но мы получается пропустим следующую поездку за 800 баксов вот особенного часть зима уже близится сюда можно приехать ну на неделю даже иногда на две недели отлично провести время вот с перелетом с питанием все включено а там все-таки провести в этом отеле если вот мы сейчас захотим поехать 800 баксов я смотрю ну это так возможно если брать путевку может она как-то и дешевле там будет но он считается в кругате какой-то супер не дешевый я не понимаю вот ну это видео не про ликсов в общем пишите в комментариях хотите увидеть или нет а это вот про сантидо мамлук этот полос разорда как тебе коктейль по коктейльчику скажу супер вообще при много класса 3 сок этот стандартный египетский юпи вот так скажу он прям вкусный такой сладенький до алкоголя почти не чувствуется пейте может его там и нету но это и хорошо так у лёша украли камеру да а что есть из алкоголя нас есть водка водки от и на бранды и виски все у нас есть все все я угадаю сейчас как зовут я ах я я забуду ахмед я все акмеды мухаммед и мухаммеда да наслаждайся он хорошего дня спасибо спасибо мы покупались бассейне и сейчас идем в аквапарк территория здесь огромная вообще здесь два отеля они как-то соединены если честно до сих пор не разобрался еще ну реально гигантская территория огромная для детей здесь тоже много чего сделано анимация очень активная прям очень-очень тут прям как будто у детей полноценный детский садик но про это я тоже потом отдельно покажу так мы сейчас идем в аквапарк повторюсь территория как бы такая ухоженная красивая газончики травка вот все аккуратно вон аквапарк но там прям я вижу такие горки что-то очень крутые прям сейчас мы перед тем как пойти на обед его что надо нагулять правильно аппетит кто же просто так ходит на обед мы просто позавтракали два часа назад и тут уже два часа прошло уже надо обедать ну кто кто вот выдержит такой график скажи мне вот он смотрите сейчас многие отели делают аквапарки я даже знаете был в отелях и они их достраивают то есть раньше не было аквапарка в отеле потом через какое-то время они его достроили потом сейчас аквапарк это такая необходимость идет потому что как без аквапарка так вот как аквапарк выглядит со стороны есть детские горки есть то есть для очень маленьких есть горки для более взрослых детей и это уже идут прям для взрослых возьмем двойной круг так вот этот да давай вместе прокатимся а потом если что по одному будем на самой крутой горки сейчас ооо там будет же сейчас яви она очень крутая тут так надо найти где тут поднимать заодно покажу панорамку отеля но это не наш отель это соседний идет но пользоваться территории можем всей писали в комментариях вроде даже и барами можем пользоваться но не знаю мне нож как-то больше нравится вроде в принципе они похожи нашего тут такому да да то есть тут аудитория это территория вообще сливается даже непонятно где поедем на вот этой горке ну что настал наш черед вот туда прямо мы едем здесь очень крутой спуск идет и он еще прикольно я смотрю как-то разворачивать людей на это уже человек опытный он знает как заставить туриста испугаться ну что-то готов давай да 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 и и а 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 но на этом и не остановимся сейчас пойдем горка которая называется вот такая закручивается как она в народе называется унитаз наверно блин тут круто мне кажется можно идти к уже и не летать на этих короче параллайдингах вот этот весь экстрим этот да он уже есть здесь ну да ну и не если не были ни разу аквапарке то вам горки вообще понравится я просто уже короче и вот эти как это капсула смерти называется катался в таких и это вообще же если посты неемника как там вообще уже не такие горки не страшно но давай возьмем по такому матрасику ну что вот она горка сюда давай или давай ты первый давай сейчас посмотрим через сколько он вылетит очень быстро кстати вылетел по секрету меня пустили с камерой вот ну что так следующая горка это вообще в темноте все окей ты не боишься чуть-чуть не бойся сейчас запустит опытный запускальщик да все все поехали вообще ничего не видно короче в этой горке это вообще то есть ты летишь ничего не видно как будто как сказать я не знаю как это описать да чувствуешь повороты и все вообще полный мрак на самых страшных мы уже прокатились еще там лайк заработали давайте поставим лайк под этим видео мы старались все мы идем на территорию нашего отеля получается видите здесь он такой белокрасный а наш уже идет от немножко по-другому сделан вот но здесь такая дорожка проходит здесь как раз футбольное поле то есть ну можно сказать так одна территория я пришел к нам в номер смотрите мне сделали двух людей у вас а тебе сделали или нет не нормально то есть убрались ну вот а везде получается ничего не сделали ну что у нас сейчас самое ответственное задание самая моя любимая часть это я покажу обзор обеда в отеле Сентидо Мамлук Палас Резорт постоянно забываю куда мы приехали идем все отправляемся на обед здесь прям очень низко летают самолеты видите очень часто пролетают но это такие мелочи я вот честно сказать мне например все равно я когда сплю я не слышу самолетов но может для кого-то это будет минус поэтому я в принципе все показываю а вы уже сами решайте это для вас минус пролетаю для кого-то очень круто кстати фотки прикольные получаются и бассейне пальмы и самолеты пролетают над тобой все идем на обед ну что давайте начнем я не знаю откуда начинать там где самые лучшие очереди там самое вкусное дает так это наверное это такая диетическое диетическое меню получается ну реально смотри вареная говядина вареная курица эти кабачки и рис здоровое питание но это нам не нужно вот так скажем это что у нас жареная курица целый поднос целый вот даже не поднос я уже так потом смотрите рис бардикю пишет это соус давай открывай здесь у нас рис макароны это называется кашаре это национально рис, макароны, муд это реально национальная штука такая я думал это раньше они типа перемешали то что было потом посолька чесночный соус да чесночный соус а это тоже какие то национальные такие гулочки с горохом наверное красный перец и баклажаны баклажаны так здесь у нас делают пишет рыба какая то рыба вот отдельно дают в порцию с сыром давайте идем дальше очень удобно что здесь все стоит отдельно и не скапливается очередь смотрим дальше здесь рис вот представлена то есть там получается находится все в этой специальной штучке в специальном резервуаре рис потом здесь у нас говядина в грибном соусе пишет здесь у нас овощное соте вот как оно выглядит то есть овощи на пару так скажем здесь супы овощной суп и суп с пастой орзо первый раз слышу про пасту орзо потом мясной гуляш вот он как выглядит и здесь картошка так идем дальше здесь у нас кальмары провансаль вот кальмары в каком-то соусе сделаны грубо говоря так идем дальше получается накладывать ничего сам не может все стоит за стеклом но в принципе обзор еды хороший это разные салаты вот это национальные такие жидкие салаты очень вкусные особенно с крепежками всякие соусы ну нарезанные овощи это вот что-то такое замаринованное то есть засоленное так идем дальше здесь уже такие готовые салаты и здесь овощная нарезка тоже идет вот она огурцы, помидоры, капуста, лаймы вот это очень классно дальше это у нас островок где готовят пасту паста длинная паста короткая паста спиральками паста такими колеечками в общем любая паста которую вы захотите выбирайте то есть выбрали пасту которую хотите выбирайте начинку вот разные соусы есть какой-то белый ну вот этот самый нормальный это с мясом уже идет и выбирайте начинку и он вам это все зажаривает с перечком вообще супер так да здесь делают картошку фри так идем дальше здесь у нас фрукты финики двух видов финики желтые финики маринованные финики красные вот это сырые бананы груши апельсины яблоки дыни так идем дальше еды прям очень много здесь делают бургеры смотрите жарят таркеты и прям остров бургеров видите уже все готовое прям он тут быстренько-быстренько делает нигде я смотрю тоже особо очередей нету вот здесь уже что-то такое национальная сладость какая-то пирог как бы национальный здесь пошли десерты бисквитные так всякие пудинги ну думаю десертов нужно поменьше есть чтобы уже не перевести с собой лишние килограммы если во время того как вы летите назад взвешивали людей взвесили как вы летите в одну сторону и потом назад то самолет наверное становится много тяжелее здесь дают мороженое потом мороженое можете посыпать разными вот изюмом это кокос и джемы идем дальше национальные десерты какой-то кокосовый десертик национальная волосяночка моя любимая вот она он ли лук потом что-то такое из манной каши вот это оно реально очень классное потом фрукты пошли опять это уже миксы фруктов виноград яблоки нарезанные буава тоже финики миксы есть разные это мандарины и хлеб островок с хлебом лепешки и вот разная выпечка идет по-моему голодом тут не останешься мое любимое вот это с черным кунжутом это прям вообще класс и бар на баре уже тут разные напитки разные коктейли есть официанты которые входят самое сложное это выбор короче еды много но попробуй из этого что-то выбрать так мы взяли я взял курицу рис кашари потом эти бургер видите как они я забыл осьминоги осьминоги я не видел то есть у меня короче склероз начался я забыл как это называется кальмары вот потом там или я взял бургер и тоже рис и национальный вот эти вот самосы пирожки да с походу с горок одной или с каким-то сыром да я еще полил это чесночным соусом и еще там соус был с перцем вообще оно остренькое прям супер вот пожелаем нам приятного аппетита вот такой был обзор еды в отеле вот по вкусу бургер как тебе бургер кстати прикольный ну прям тут такая кирплета и все и овощи да я ем по еде прям все нормально очень много мест внутри по поводу обслуживания напитки приносят официанты либо можно брать самим вот но людей много но места есть так скажем вот я еще не показал детская отдельная детская зона это удобно то есть дети могут сами выбирать еду так здесь у нас паста с соусом говяжьи сосиски овощное соте картошка фри и пицца вот дальше здесь идут десерты и овощи такие мини как такие бутерброды еще реально очень классно когда ребенок может выбирать сам то что захочет потому что обычно за ребенка выбирают родители а тут он выбирает сам сам несет за это ответственность что взял то и должен есть вот такие дела это классная тема ну там просто вот низенькая это реально я просто сам заметил что ребенка надо приезжать чтобы сам все выбирал я просто читал где-то где-то вот то ли в европе не знаю ну может у нас тоже такое делают то есть дети в школах обычно как есть четкое меню что положили то и должен съесть а они делают вот система шведский стол чтобы ребенок сам выбрал что он будет есть так вот это шведский стол вообще классно выпьем кофеек делают вот в таких автоматах и видно там зерна прям настоящие я думал обычно в таких автоматах растворимый кофе мы уже хотели уходить потом думаю может все таки кофейка выпить а потом думаю с кофейком и десертиком можно взять восточного я возьму вот эту волосяночку а волосяночки уже нету все да из волосяночки Илья решил мороженое брать я себе возьму я уже все разлил а я возьму себе наверное какого-то у меня выбор резко поменялся короче я возьму себе пирог национальный как раз кусочек остался для меня вот они тут и готовят прям ну что будем дегустировать национальный египетский пирог финики илья еще взял мороженое не устоял перед соблазном я фанат мороженого просто я его никогда не пропускаю финики они как хурма в турции вот мы были там тоже называлась финик называли хурмой сейчас я продегустирую красный давай ну твердый да да ну да ну не у нас хурма она сладкая это как зеленая хурма то есть она такая вяжущая да да вяжущая там вот этот танин что-то необычный а желтый и это тоже вот это мы объелись после такого обеда наверное нужно поспать да нет ничего лучше чем поспать после такого обеда пока жара мы тут под кондиционером да потому что сейчас на улице так жарко стало я думаю если мы пойдем на море купаться то мы вообще загорим да я уже кстати сгорел тут сгораешь сейчас очень быстро поэтому на этой прекрасной ноте будем заканчивать видео нам нужно поспать набраться сил для того чтобы хорошо поужинать да потому что если мы сейчас не поспим ужин просто будет ну впустую пройдет так вот на этой прекрасной ноте будем заканчивать видео показал вам обед в отеле Сандита Мамлук Палас Резорт который находится в Хургаде вот подписывайтесь на канал отсюда будет еще много видео тоже в комментариях люди пишут что Алексей не сиди в отеле покажи что-то интересное вот под видео будет много ссылок где я был то есть и в Шарме и в Хургаде и в Марсаламе поэтому заглядывайте под видео также в этой поездке мы тоже обязательно куда-то поедем в новые места где мы еще никогда не были поэтому все еще впереди все всем пока всем путешествий а мы будем отдыхать пока пока